Об указе президента Республики Узбекистан, о помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаившихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиоев подписал указ о помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаившихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления. Указом в целях практического воплощения принципа милосердия и гуманизма, а также таких благородных качеств нашего народа, как великодушие, снисхождение и благородство, в преддверии празднования 27-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан, в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан, помилованы 92 гражданина, отбывающие наказание чистосердечно раскаившиеся в содеянном и твердо вставшие на путь исправления. Согласно указу из учреждения по исполнению наказания освобождаются 71 лицо, которые будут возвращены к семье и близким. От отбывания наказания, не связанных с лишением свободы, освобождаются два лица, а также сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 19 лиц. Трое помилованных являются лицами старше 60 лет, трое – женщинами, 79 лицами, участвовавшими в деятельности запрещенных организаций. Указом ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе. Продолжение следует... 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 Помилованы, речь идет о тех, кто в силу различных обстоятельств совершил преступление, но искренне раскаивается, твердо встал на путь исправления. 92 человека получили прощение, значит дан шанс вернуться в семью, в общество, обнять детей, задуматься о будущем. Это очень высокий акт милосердия и справедливости по отношению таких людей, которые действительно уже встали на верный путь, осознали свои ошибки, сделали себе выводы для того, чтобы в дальнейшем построить перспективу как у себя в семье, так и в своем коллективе. Я совершил ошибку, мне дали 7 лет и через 4 года меня помиловали. Не могу представить, как я зайду домой, посмотрю в глаза родным. Я очень рад. Нашему президенту огромное спасибо. У меня есть маленькая дочь, я хочу ее, наконец, обнять. На этот путь больше не встану, обещаю. Акт милосердия предусматривает освобождение лиц от наказания, сокращение срока наказания, а также замена на более мягкое, например, наказание в виде исправительных работ. Согласно указу, более 70 раскаившихся возвращаются из учреждений по исполнению наказания к семье и близким. Двое освобождаются от отбывания наказания, не связанных с лишением свободы. И в отношении 19 лиц сроки наказания сокращаются. Спасибо нашему президенту за то, что помиловали лиц, кто раскаялся в содеянном. Это стало подарком для нас в преддверии Дня Конституции. Нам оказали большое доверие, нас помиловали. Огромная благодарность президенту за это. Честным трудом постараюсь оправдать доверие. 79 из общего числа помилованных – это лица, участвовавшие в деятельности запрещенных организаций. Они полностью раскаялись. При анализе учитывались и такие факторы, как возраст, состояние здоровья, семейное положение. Вот итог. Среди помилованных трое старше 60 лет и три женщины. Это еще раз говорит о том, что политика помилования, она еще и направлена на то, чтобы укрепить семью и чтобы женщина вернулась к своим детям, вернулась к своим родителям, вернулась к своим родным. Мы, ветераны, очень благодарны нашему государству, нашему руководителю государства, президенту Шавкат Миромановичу, за его такой человечность, человеколюбие. Мы благодарны в том, что среди них есть и лица более старших лет, 60 лет, которым нужна будет наша помощь. И мы, конечно, в этом будем оказывать необходимую и нужную поддержку. Это не просто счастье в тысячах домах, не просто скорейшее воссоединение семей, но акт истинного гуманизма – милосердия. О том, что чувствуют они, расскажут глаза. Избавление от долгой тоски по близким и щемит сердце. Счастье и серьезность, радость и мысли о будущем – такой калейдоскоп эмоций и чувств понятен. Получивший второй шанс, знает, что третий не дается. И этот день особенный, но впереди им предстоит многое поменять. Вернуться в общество, найти работу, найти себя. Президент простил, говорят они. Общественные организации обязаны помочь этим людям, протянуть им руку, оказать им первую социальную помощь, психологическую помощь, оказать им помощь в восстановлении их семейных отношений, помогаем им устроиться на работу. Указ о помиловании президента республики Узбекистан имеет очень большое общественно-политическое значение. Указ руководителя нашей страны – это проявление гуманизма, основанного на индивидуальном подходе к личности каждого осужденного. Прощение, как того требуют конституционные права гражданина, справедливость закона и просто общечеловеческие ценности, милосердие и добра.